Приветствую вас! Вы знаете, когда вы ставите свой вопрос таким образом, то есть, когда вопрос звучит так, как избавиться от зависимости, да, когда вопрос стоит именно так. Можно утверждать, что человек ни от какой зависимости не освободится. В ближайшее время, по крайней мере, точно. Вот. Ну, просто потому, что это невозможно. Просто потому, что это невозможно. Вот. Невозможно. Невозможно освободиться от зависимости и избавиться от зависимости. Потому что зависимость – это суть. Рыкетные, то есть, ложные, то есть, сублимированные, выраженные не прямо ваше желание. По сути, по сути, зависимость можно визуально представить, как, знаете, ну, как вьюны, вьюны, которые, пытаясь добраться до света, да, всячески изгибаются, изгребляются и так далее, и растут неровно. Так как те, кто растут прямо, они идут прямым, да, и, значит, широким шагом. Вот. Вот примерно так можно охарактеризовать зависимость. Поэтому избавляться от зависимости нельзя. Избавляться от зависимости не нужно. Нужно, напротив, смотреть, что скрывается за этой самой зависимостью. Какие желания скрываются за ней, например. Вот, допустим, вы говорите о том, что зависимы от социальных сетей. На первый взгляд, плохо. Но если мы всё же посмотрим чуть глубже, хотя бы чуть-чуть глубже, я думаю, мы сможем заметить одну важную, по крайней мере, мне кажется, важную деталь. Что социальная сеть получается для вас более привлекательна, чем реальный мир. Реальный мир для вас менее привлекательным, чем социальная сеть. И вопрос, который вам, в первую очередь, себе нужно задать, звучит так. Чем обусловлен мой выбор? Почему я выбираю социальную сеть вместо того, чтобы выбирать реальный мир? С чем это связано? Я полагаю, что именно с этого момента вам и стоит начинать. Далее следует подумать о том, что вы получаете от социальной сети для себя. Какие желания вы удовлетворяете, находясь в социальных сетях? Что вы получаете по итогу, находясь в этой самой социальной сети? Нужно это также постараться понять. Быть может, речь идет о неправильно реализованных желаниях. Может быть, речь идет об избегании, чем иногда, иногда, но не часто. Значит, могут похвастаться люди, которые, собственно говоря, злоупотребляют интернетом и социальными сетями в целом. Но это, повторюсь, необходимо анализировать. Повторюсь. Это необходимо анализировать. То, что происходит. Дальше. Удалилось все везде. Ну, а желание-то остается? Или определенная цель, определенная линия поведения. Все это остается. Все это никуда не девается. Остался инстаграм, только от него отказаться не могу. По какой причине? Что вы там делаете? Публикую фотографии, жду лайков. Значит, дело в значимости. Вы выходите в значимости. Другой момент, что вы выбираете для себя путь для значимости, весьма и весьма кривой. То есть, это довольно кривая дорожка для получения значимости. Вот. Помогите избавиться от этой зависимости. Устало? Сил? Сил? Нет. А от чего устали? Вот, от чего вы устали конкретно? То есть, в чем борьба ваша заключается? Ну. По факту. То есть, вот. Вы залибаете по три часа. Вот. Ну. В принципе. В принципе. Три часа это не так много. Ну, то есть, если говорить в общем. То есть, есть случаи, когда люди, в общем, больше гораздо проводят времени в социальных сетях. Вот. То есть, я вам здесь рекомендую все-таки обратить в первую очередь внимание на свою субъективную сторону. То есть, вот, что вы получаете, да, какие желания вы реализуете. Это первое. И второе, это, от чего вы устаете. Вот. Что, например, говорите себе, когда нужно, вот, ну, например, перестать сидеть в социальных сетях. То есть, вам же, вам же хочется этого, вам же хочется сидеть в социальных сетях. Но при этом вам доставляют, доставляют удовольствие не само пребывание в них, не само пребывание в социальных сетях. А вам заставляет удовольствие что-то другое. Вот. Ну и конечно важен момент, когда вы только, только начали это дело, то есть важен момент, когда вы только начали сидеть в социальных сетях. Потому что от того, в какое время для вас это началось, в каком эмоциональном состоянии вы пребывали, когда это началось, зависит на самом деле очень и очень много. Но естественно, 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 что это нужно изучать. Вот. Я думаю, что при вашем желании, при четко поставленной цели и при упорстве все получится. Главное, чтобы вы этого хотели. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Вы. Вы. Продолжение следует...